Привет из Грузии! Сегодня поговорим о переезде в Батуми. Но речь пойдет не о плюсах, потому что вы и так знаете, как здесь хорошо. Поговорим о минусах, подводных камнях и проблемах, которые могут возникнуть при покупке недвижимости в Грузии. Я выписала все вопросы о покупке квартиры в Батуми, которые вы задавали мне в комментариях, и прочитала в интернете, чего боятся люди при переезде в Грузию. С этим списком я пошла к агенту по недвижимости. Андрей живет и работает в Батуми более пяти лет и знает об этом все. Он согласился ответить даже на самые неудобные вопросы. Интересно, что он скажет о подводных камнях и проблемах. Посмотрите интервью, даже если не планируете переезд в Грузию. Думаю, вам будет любопытно узнать, как тут живут. Первый страх это покупка недвижимости за границей в принципе. То есть человек покупает квартиру в Грузии и он боится, что его обманут, он рвется на мошенников или он не получит никаких прав. Какие права есть у людей, которые покупают квартиры в Грузии? Давайте, наверное, начну с рисков. Риски, разумеется, есть. Рынок недвижимости в Батуми не идеальный. В первую очередь это риски такие, что дом может быть вовремя не построен. То есть вы можете купить квартиру в рассрочку, выплатить все деньги, но потом придется еще ждать может быть год, а может быть два, когда дом будет достроен. Либо, например, дом сам достраивается, но заявленная инфраструктура не сделана. И ждать, пока эта вся инфраструктура будет сделана, также придется, например, год или два. Также есть такие моменты, что проекты вообще не достраиваются, но они единичные. То есть вы можете купить квартиру, ну и, собственно говоря дом будет недостроен стройка будет брошена но таких вариантов на рынке очень мало хотя с другой стороны сейчас вот коронавирус то есть последствия этого коронавируса 2020 год подкосило финансовое положение некоторых застройщиков и у некоторых застройщиков батуми сейчас дела идут не очень хорошо хотя рекламу они не убирают и деньги принимают ну собственно говоря вот в этом моменте риски конечно же есть и покупать какую-то недвижимость без специалиста который ну так сказать варится в этом рынке и знает слухи о каких-то застройщиков это весьма рискованно по поводу прав у любого иностранного гражданина который покупает недвижимость грузии права на эту самую недвижимость абсолютно точно такие же как гражданина грузии по поводу обманут либо отберут но я здесь с этим вообще не сталкивался более того скажу вам честно что здесь отношение к частной собственности мне кажется гораздо лучше чем в россии если посмотреть на город батуми здесь в географическом центре особенно очень много относительно старых домов но это наследие советского союза там различные пятиэтажки девятиэтажки они есть в том числе и на первой линии и вот они просто стоят и никуда не деваются то есть такого слова как реновация здесь никто не слышал то есть государство тут не может прийти сказать что ну всех свободным его всех куда-то переселяем и на этом месте будем строить какие-то новые комплексы нет то есть любой застройщик чтобы получить какую-то землю под этим старым домом должен как-то договориться с каждым собственником квартиры в этом самом доме поэтому собственно говоря не так быстро исчезают старые девятиэтажки то есть они стоят и государство их никуда не сносит второй страх это безопасность во-первых ходят слухи что к русским в грузии относятся не очень хорошо и еще есть такой страх нарваться на мошенников как купить квартиру чтобы не попасться на обман несмотря на очень долго продолжающийся политический конфликт между россией и грузии в принципе отношения к русским в грузии хорошие то есть обычные люди в грузии прекрасно понимают что одно дело это правительство россии а другое дело обычные граждане россии которые приезжают грузию на отдых то есть отношение к туристам здесь очень хорошая преступность грузии на очень низком уровне но разумеется есть какие-то частные моменты то есть связанные с конфликтами на бытовом уровне но прям чтобы вот какие-то разбой и батуми ну такого нету по поводу мошенников ну лично я с ними не сталкивался поэтому с моей точки зрения мошенников здесь нет но скорее всего это не объективное мнение возможно они все-таки здесь есть но в какой именно сфере их больше я вам не могу сказать но в любом случае нужно быть бдительными еще хочется узнать какие есть подводные камни допустим я хочу купить квартиру в батуми я набираю в гугле купить квартиру в батуми и мне влезает объявление вы можете купить квартиру у моря за 26 тысяч долларов панорамный вид апартаменты класса люкс я не верю в это почему это так и какие могут быть обманы и еще один вопрос можно ли купить квартиру и на этом заработать то есть давать ее в сезон реально ли это так как обещают застройщики я покупаю квартиру и получаю просто невероятные деньги потому что я ее сдаю в сезон по поводу подводных камней к сожалению здесь их достаточно много и большинстве своем они связаны именно с договорами по которым продаются квартиры у застройщиков и в зависимости от того с какой целью вы покупаете квартиру по факту завершение сделки купли-продажи вы можете быть расстроены результатом такой сделки для примера давайте я вам расскажу одну из ситуаций с которой столкнулись некоторое количество покупателей квартир в батуми есть тут одна строительная компания которая строит относительно бюджетные дома в районе аэропорта и собственно говоря когда они строили свой первый проект в предварительном договоре купли-продажи на основании которого совершается сделка было указано что это многоквартирный жилой комплекс что в собственность покупателю передается квартира и в будущем покупатель имеет полное право на распоряжение этой квартиры то есть может там проживать сдавать в аренду и так далее никаких обременений и запретов в предварительном договоре не было но был такой пункт в договоре который гласил что после того когда покупатель будет оформлять основной договор то есть когда он выплатит все деньги а дом будет достроен то необходимым условием будет заключение договора на управление но условия договора на управление не были раскрыты в предварительном договоре и вот с этого момента начались все неприятности когда дом был достроен кстати достроен был он не вовремя и люди приехали оформлять основной договор им застройщик предложил сразу же подписать собственно говоря снова договор купли-продажи в рамках которого переходит основное право собственности и договор на управление и вот уже в этом договоре управления люди увидели что на самом деле квартиру свою они должны сдать на 10 лет в управление управляющей компании этого проекта хотя изначально в предварительном договоре об этом не было ни слова и одно дело когда люди покупали квартиры в доме для того чтобы их сдавать и в принципе они хотели чтобы их квартиры сдавала именно их управляющая компания вот в этом случае как бы люди в принципе не конфликтовали но некоторая часть людей покупала квартиры в этом доме для постоянного проживания то есть они сделали даже свой ремонт по собственному дизайн проекту подключили газ и планировали жить на постоянной основе и когда вот они увидели вот такой вот вариант что эта квартира будет сдана на 10 лет в управление исходя из этого договора управления собственной квартиры там не может проживать столько сколько он захочет и находиться он в этой квартире может не более 50 дней в году причем из них там только 14 дней в летний сезон остальные в зимний и предупреждать о дате вашего визита нужно там за две недели и вам могут отказать то вот этот момент всех людей очень расстроил и вот именно тот момент что в предварительном договоре об этом ничего не было сказано а уже в основном договоре и в договоре на управление возникли вот такие вот жесткие условия многих покупателей квартир в этом доме очень расстроило они просто испугались побежали к юристам начались всякие различные ситуации конфликтные то есть походы различных адвокатов в офис продаж этого застройщика выяснения взаимоотношений ну и собственные люди пытались отстаивать свои права эта компания в принципе всем дала понять что им принципе все равно на свою репутацию ни на какие другие условия она не была согласна в итоге она предложила покупателям квартир в этом доме всего лишь письмо от имени своего директора которая будет разрешать проживать собственником квартиру своих квартирах ну так как они хотят на протяжении 10 лет до собственно говоря договор управления заключается на 10 лет но даже те люди которые покупали квартиры с целью их сдачи и в принципе изначально были готовы чтобы именно их компания сдавала их квартиры в аренду в принципе немножко тоже напряглись потому что договорное управление регистрируется в доме юстиции заключается на 10 лет но там же нет никаких обязательств этой компании что квартира будет прям хорошо сдаваться если в будущем вас кто-то не устроит каким образом ваши квартиры будут сдаваться в этот договорное управление расторгнуть не можете вы в любом случае должны будете ждать или 10 лет и выплачивать управляющей компании сервис на сбор и например в этом доме сервис на сбор составляет 20 долларов в месяц за квартиру ну то есть это был один из примеров подводных камней в договорах застройщиков то есть если вы покупаете квартиру на стадии строительства и вы подписываете предварительный договор купли-продажи в котором есть отсылка на обязательства заключения в будущем еще какого-то договора на управление но не раскрыты условия этого будущего договора то такой договор подписывать я бы вам не советовал андрей подтвердил мои сомнения квартиру моря за 26 тысяч долларов маркетинговый ход за эти деньги никто не предлагает люкс только крохотные студии на первом этаже с видом на стройку а некоторые агентства и вовсе выставляют такие цены чтобы просто зацепить клиентов в реальности хорошие квартиры в батуме стоят дороже так теперь наверное самый главный вопрос а реально ли можно заработать такое количество денег о котором говорят все застройщики продавая собственно говоря свои квартиры ну разумеется если вы посмотрите рекламу различных застройщиков то доходность которую они там указывают иногда просто ну для меня фантастическая это из области веры наверное в розовых единорогов вы же понимаете что в реальности такого не бывает нормальная доходность по недвижимости в долларах ну во всем мире 5 процентов годовых это уже хорошо если вы видите цифры гораздо больше ну нужно как-то скептически к этому относиться и переспрашивать а с чего они взяли что будет именно такая доходность большинстве случаев вам скажу что это всего лишь прогнозы и исходят они лишь из того что вот компания застройщик построить дом и будет сдавать посуточно эти квартиры там чуть ли не по 100 долларов в сутки на самом деле как это будет реальности никому не известно могу сказать сразу если вы хотите поиграть в инвесторов то играть в инвесторов с маленькими суммами покупая какие-то маленькие студии бюджетные в бюджетных домах многоэтажных то это очень рискованно вероятность того что вы сможете там заработать деньги невероятно мало то есть деньги можно заработать на каких-то обеспеченных платежеспособных туристов которые готовы платить за сервис за хороший вид и за хорошую локацию это никакого отношения к бюджетным студиям без вида без инфраструктуры в трех километрах от моря не имеет то есть например сейчас достаточно неплохо и по хорошей цене сдаются лишь апартаменты в пригороде батуми ну например в хорошем апарт-отеле с хорошей большой территории из хорошей инфраструктуры также очень хороший спрос на загородные дома в европейском стиле которых на данный момент очень мало то есть я имею виду какие-то таунхаусы виллы коттеджи спрос на бюджетные студии ну как вам сказать студии на рынке наибольшее количество и обычная студия это прямая конкуренция обычному гостиничному номеру конкурировать с гостиницей вам будет очень сложно ну то есть вы можете попробовать заработать на бюджетных студиях но в этом случае вам нужно купить их штук 20-30 и самостоятельно издавать вот вероятность того что вы купите какую-то студию в доме в котором там 2000 таких же студии и вы будете верить что именно ваша студия будет сдана и будет она сдана именно управляющей компании у которой в этом же доме есть свой номерной фонд своя гостиница ну вы понимаете то есть я не могу это комментировать но реальность она немножко другая следующий страх разориться на дополнительных тратах о которых никто не говорит изначально высокие налоги и жкх или какое-то оформление документов за которое придется отдать очень много денег и потратить почти столько же сколько потратили на квартиру стандартная регистрация занимает 4 дня то есть по факту на четвертый день в реестре сформируется выпусков который будет указано что вы являетесь либо будущим собственником если вы заключали предварительный договор купли-продажи либо вы являетесь уже основным собственником если речь шла об основном договоре вы покупали уже готовую квартиру финансовые расходы на регистрацию недвижимости здесь небольшие то есть при стандартной регистрации они составляют 100 лари по поводу жкх стоимость электроэнергии и газа здесь наверное чуть дороже например чем в россии вода здесь относительно дешевая но опять-таки газ имеет значение только зимой если вы отапливаетесь газом то зимой расходы на отопление будут достаточно существенными но это дешевле чем отапливаться электричеством и наоборот если вы очень часто будете включать кондиционер то счет за электричество летом будет тоже достаточно большой но помимо жкх здесь еще есть так называемый сервисный сбор то есть зависимости от уровня дома либо апарт отеля он отличается есть очень бюджетные дома где такого сервисного сбора нету просто стоят платные лифты если вы пользуетесь лифтом вы кидаете грубо говоря монетки в монетоприемник и собственно говоря эти деньги идут на обслуживание дома если уровень дома чуть лучше тогда с вас будут собирать энную сумму на магнитный чип чтобы пользоваться лифтом в зависимости также от дома это может составлять там 10 лари за квартиру 20 либо 30 лари либо 40 если речь идет об апарт отелях то здесь уже стоимость сервисного сбора варьируется в диапазоне от 1 доллара за квадратный метр до 3 долларов за квадратный метр и это сейчас то есть в любом апарт отеле существует сервисный сбор если например на данный момент он составляет 2 доллара за квадратный метр то вы должны понимать что в будущем он может измениться то есть ни в одном договоре в апарт отеля я не видел что он будет фиксирован на протяжении с каких-то лет то есть например следующем году он может быть увеличен на 50 процентов и так далее то есть если вы боитесь что вы не сможете содержать вашу недвижимость то наверное вам лучше воздержаться от покупки апартаментов и студии именно в апарт отелях и купить недвижимость в каком-то обычном бюджетном доме где стоимость обслуживания будет небольшая еще один страх то что покупать квартиру в грузии слишком сложно вроде бы уже настроились но кажется нужно перевести деньги оформить все документы и кажется что это просто голова уже пухнет что с этим делать и действительно ли это сложно или как-то это можно решить если вы например приехали в батуми уже с наличными деньгами то непосредственно сделку можно сделать за один день это все происходит следующим образом то есть вы выбираете себе объект недвижимости если речь идет о застройщике грубо говоря берете договор подписываете берете наличные деньги несете их в банк вносите на счет застройщика и после этого идете с представителем застройщика в дом юстиции и отдаете договор на регистрацию если речь идет о покупке вторичного жилья то просто наличные деньги отдаете продавцу принципе любую недвижимость грузии батуми в частности можно достаточно просто купить дистанционно например с моей помощью если речь идет о каком-то застройщике то есть вы выбираете застройщика выбираете квартиру получаете от застройщика на ваш email договор читаете его изучаете если он вас устраивает подписываете сканируете отправляете обратно на email застройщику застройщик его также подписывает отправляет обратно вам его на e-mail и собственно говоря деньги вы отправляете со своего счета в вашей стране на счет компании застройщика но тут опять же таки могут быть нюансы если ваши деньги вашей стране чистые белые легальные то в принципе платеж пройдет но если вы не можете объяснить происхождение ваших денег вашей стране то тут могут возникнуть проблемы если вы хотите отправить деньги в грузию таким образом чтобы ваше государство не знала о том что вы отправили деньги за рубеж и купили там недвижимость то нужно использовать различные другие способы о том как это сделать и какой вариант лучше я рассказываю при личных консультациях вы можете связаться со мной и поговорить на эту тему более подробно и финальный вопрос почему разумнее обратиться к вам а не найти квартиру где-то на условном авито и сделать все сами да разумеется вы можете найти грузинский сайт с объявлениями типа российского авито выбрать там любую недвижимость и купить самостоятельно но понимаете даже автомобили некоторые люди без помощи специалистов не покупают то есть если вы реально думаете что ваше решение о покупке той или иной квартиры которой вы приняли исходя только из информации полученной из узпродавца будет объективным но тогда окей но я бы вам не советовал этого делать если вы не хотите потерять свои деньги на инвестициях недвижимость батуми я рекомендовал бы вам обратиться к специалистам подбор и объективная оценка инвестиционных проектов а также подбор такой недвижимости в которой вам будет удобно и комфортно проживать на постоянной основе это то чем занимается моё агентство недвижимости батуми вы можете отправить мне заявку на подбор недвижимости в которой необходимо будет указать ваш бюджет ваши критерии удобства комфорта и качества также цель покупки вашей недвижимости далее сами свяжусь скажу насколько реально выплатить все ваши мечты в реальность если мой ответ вас устроит то в этом случае обязательно подберу такую недвижимость которая будет соответствовать вашим критериям ссылка на мой youtube канал и instagram будут указаны в описании к этому видео ролику если у вас остались вопросы о переезде в грузию на пмж вы можете задать их мне я отвечу в комментариях или пишите андрею напрямую дайте знать если вам интересны видео в формате интервью буду снимать их и в других странах поддержите меня лайком и подпишитесь на канал у меня для вас еще много интересного